Мы опять в Риге, и я предлагаю вам взглянуть на самую оригинальную новостройку 2018 года. Вот она перед вами, это красное здание, построено на окраинах центра вместе вот с такими историческими зданиями. И посмотрите, как она выглядит. Здесь рядом довольно-таки шумная улочка, может быть не идеальное местоположение, но, тем не менее, этот дом, который тут появился, он будет украшением района. Здание закончено, оно такое пластичное. Не знаю, уже есть ли тут жильцы или нет, но в эксплуатацию вроде дом уже сдан. Он сделан из такой мозаики, то есть покрыт мозаикой. Немножко узор. И такие здания, они, ну, облагораживают район. Благодаря ему, здесь будут селиться более богатые люди, и район будет выживать, расцветать. Посмотрите на элементы здания, на его пластику. И сейчас мы еще посмотрим, а что же во дворе. Ну, а вот как выглядит здание со двора. Без изысков, но тоже неплохо. Здесь еще мусорка стоит, наверное, какие-то ремонтные работы делают. А вот во дворе, какой домик. А здесь такой советский двор. Интересно, да? Ну, такие дела. И въезд. Вот мы снаружи, с другой стороны. Тут въезд во двор. Тут подземный паркинг. Ну, вообще интересно, молодцы. Дальше, смотрите, идут такие советские дома. Перемешку с исторической архитектурой. Тут есть и нормальные деревянные домики. Ну, надеюсь, район будет развиваться. Там на углу есть еще одно новое здание. Сейчас я вам его покажу до кучи. Еще пару-тройку новых зданий, и район оживет. Хотя может потерять свою такую ауру предместий. Вот интересное здание. Тут контровое солнышко, поэтому, может быть, блески, помехи. Но, тем не менее, надеюсь, видите? Такая здесь дверь. Это такой национальный романтизм. Но он маленький, он всего лишь двухэтажный. Что интересно. Ну, а тут вот это новое здание, которому уже лет 10. Ну, про которое я говорил, да? И вот. Немного граффити испачканы, но двери в каком-то, в принципе, хорошем состоянии. Смотрите, не сохранили все узоры. Вот какая-то шалопень. Как написала. А так вот, это брезное по дереву. Камень. Машин только многовато. Атмосферу портят. Атмосферу такого старого предместия. Ну, и сейчас выйду на угол, еще вот этот домик покажу. Тоже неплохое современное здание. Ну, и вот угловой дом с башенкой, как в Риге принято. Про это я всегда рассказываю на экскурсиях, почему и откуда в Риге пошли угловые дома с башенками. Здесь вот такой подмодерн, якобы. А так, неброское, но аккуратное, приятное здание современное. Мне такие, в общем-то, нравятся. И для исторических кварталов подходят. Большие балкончики имеют. А вообще, я не сказал сразу, место называется Гризенкаунс. И здесь на рубеже конца 19-го, начала 20-го века проживали в основном рабочие. Сейчас оно тоже такое, немножко запущенное. Желателен ремонт вот этим вот историческим зданием. Ну, в принципе, место колоритное. Здесь интересно будет некоторым погулять. Если хотите, можем тут экскурсию организовать. Вот, единственное, меня беспокоят вот эти стоянки. Причем, они полностью легальные, что машинам вот так разрешают занимать тротуар. Спасибо за внимание. Смотрите другие мои заметки по Риге. Заглядывайте в мой живой журнал. Записывайтесь на экскурсии. Всего вам доброго и хорошего настроения.